Полученный кросс-тап демонстрирует еще более превосходные результаты. В среднем 95% предсказано верно. Причем даже по категории Yes, участие в какой-либо политической активности, которая гораздо менее наполнена, чем No, мы имеем показатель 80%. Я называю полученную регрессионную модель точечной, потому что здесь мы имеем дело только с эффективными переменными, каждая из которых демонстрирует наличие связи для одной ячейки, ну или как бы для одной точки. То есть, например, пересечение следующих характеристик, а именно низкое доверие людям, высокий доход, частый просмотр ТВ, пол женский и отсутствие принадлежности к религиозным, серьезной конфессии, серьезно снижает вероятность участия в активных формах политической активности. А, например, низкий доход, отсутствие просмотра ТВ, средний возраст и высокое участие серьезно повышает вероятность участия. Предсказанные значения находятся в диапазоне от минус 0,39, то есть, уходят немножко в минус, хотя минимальное значение реальное, у минимальный 0. И максимальное значение 1,21, то есть, чуть-чуть уходят выше, чем максимально возможный у. Что важно, сырые остатки центрированы в нуле, то есть, модель не преувеличивает и не преуменьшает систематически предсказанные значения относительно реальных. В этой модели есть маленький недостаток, касающийся именно интерпретации. Все предикторы, которые оказались значимы, они не одномерные, даже не двухмерные. То есть, участие в различных формах политической активности обусловлено сложным переплетением различных детерминантов. Поэтому мы не можем даже взять отдельно взятый предиктор и его интерпретировать. Поскольку, например, если мы говорим, что влияет вот этот предиктор, он влияет отрицательно на вероятность участия, и в нем речь идет о том, что респондент доверяет власти, смотрит телевизор достаточно часто и в среднем мире счастлив, надо убедиться, что нет других предикторов, которые включают эти предикторы.